Так, я вернулся, давайте хавчик есть и думать дальше о бытие нашем. ...что наука и вера несовместимы. Если ты авторитетный ученый или врач, то не станешь серьезно воспринимать написанное в древней книге, и в своем мировоззрении скорее будешь опираться на аргументы и открытие современной науки. Да. Чтобы убедиться в этом или опровергнуть данное осуждение, мы пригласили известного нейрохирурга-онколога Антона Шкиряка. Нейрохирург не ученый. Ха-ха-ха, все, шах и мат, простите. Просто в моей системе ценностей, ну, в моей системе определений все очень просто довольно-таки. Медики не ученые, хирурги не ученые, нейрохирурги не ученые, инженеры не ученые. Огромное количество людей, в общем, не ученые на самом деле. Они не пользуются научной методологией, им без разницы на научную установку. И в принципе в их головах могут чаще всего заводиться предрассудки, которые противоречат науке. Понимаете? То есть вот такие люди, как врачи, особенно врачи, как ни странно, вот врачи к этому прям сильно склонны, невероятно склонны. Инженеры и прочие замечательные люди, у них в головах очень часто поселяется мысль о том, что связать тесно науку и религию возможно. Да, Fire Raven, вот. Вот в таком описании, понимаете, у меня как раз все в данном случае сходится. По крайней мере по той причине, что ученые, которые занимаются теорией, они никогда не занимаются теорией, с умыслом о чем-то там метафизическом. Нейробиологи уже ученые, может быть этот мужик совмещает, хрен знает, нейробиолог может тоже быть не ученым, смотря чем он конкретно занимается и что он делает. Если он просто, не знаю, считывает что-то там в мозгу происходящее, никаких теорий не строит, он допустим экспериментатор какой-нибудь, то он вряд ли будет названной ученым. Он тоже имеет право на предрассудки, так скажем. Но человеки, которые составляют теории, они должны в принципе иметь представление о всем научном процессе, так скажем, о том, что делают остальные, о практиках, которые происходят. И еще одновременно владеть научным методом, который не подразумевает метафизики. Очень странно, если бы этот человек еще одновременно, вот такой теоретик, верил бы в метафизику. Хотя и такие бывают, и такие бывают, но реже, правда. Правда, просто реже бывают они. Который открыл нам нечто удивительное о мозге, религии и скрытых способностях человека. Сегодня вы узнаете, чем отличается мозг атеиста и верующих. Можно ли вырезать страх хирургическим путем, и при чем здесь Бог? Где предел человеческой памяти? Что нейрохирург думает о лекциях Станислава Дробышевского об эволюции? И способен ли ты обойти генетическую предрасположенность и стать кем угодно? Я вижу, что в литературе часто пишется о том, что сейчас все-таки эволюционисты, они доминируют. О том, что жесткая несправедливость по отношению к образовательной системе в этой связи. То есть навязывают детям еще со школы о том, что теория эволюции – это наука, это правда. А там есть еще как бы… Наука и правда не одно и то же. Ну и в принципе это даже в рамках философии науки вполне ясно становится. Это раз. С другой стороны, наука, даже в рамках философии науки, неожиданно оказывается самым лучшим способом познания мира. Приветствую, Вася Пупкин. А это тоже очень высокое звание вообще-то. То есть это очень клевая медалька, да? Представьте себе, если я вдруг сказал, что скептицизм – это самый лучший способ отношения к миру, так повесил бы себе медаль на грудь и сказал бы вот так вот. Вот так вот красиво. Высокомерненько звучит, но с наукой то же самое. С наукой то же самое, при том, что ее познавательные свойства нам доселе неизвестны на самом деле. Мы не знаем, что она точно познала, чего она точно не познала, какие теории реально верны, а какие не верны. Первым уроком биология, там про Дарвина, а потом второй урок – религиознавство. Да, но на религиознавство как бы очень мало делается акцент. И получается какая-то такая шизофрения выходит. С одной стороны, мы идите, мы учим, что человек исходит из обезьяны, а с другой стороны, мы говорим про Адама, про Еву, про создание Бога. Ну да, но я все равно вижу общую картину и в литературе, и в жизни, что все-таки сейчас мир склоняется больше к развитию вот теории эволюции, развитии именно в уме молодых людей. А ты говоришь, что врачи в подавляющем большинстве… Врачи не ученые, чувак. В большинстве они верующие. Вот у меня как-то… Врачи, да, они часто, шизотерики даже бывают. У меня много знакомых врачей, и почти все фрики. Ну, они не просто христиане там какие-нибудь, не просто там какие-нибудь мусульмане или что-нибудь такое. Почти любой мой знакомый врач, он по всему спектру шизотерики, в общем, шарит. Там магия, хуяги, я прессу Янкил, рад видеть, там, не знаю, стримовый маргинал, ладно, шучок. Ну, это вот такое все. Очень много врачей, помешанных на всяких духовных, астральных таких штуковинах. Может быть, это из-за того, что у них реально жесткое образование, их там хуярит по-разному, у них потом голова так… И перестает работать. По крайней мере, в рамках этого образования. Они, может быть, хотят как-то от него дистанцироваться и какую-то новую информацию добыть. Но при этом всем почему-то процент именно у моих знакомых, которых я знаю, очень велик. Это, наверное, неплохо. Но вот во взглядах врачей наблюдается очень странная эклектика странных каких-то несовместимых штуковин, которые они вроде бы как пытаются в себе удержать. Это в голове не складывается. Объясни мне, что происходит. Я объясню. Дело в том, что если на самом-то деле врач серьёзно относится к своей работе и изучал строение клеток, структуры головного мозга, даже банального эпидермиса нашего, сказать, что это произошло от удивительного, неимоверного взрыва, такая высокая организация... А можно у меня другого нейрохирурга, пожалуйста? ...организация структуры как человеческий организм, Ну, это как создать, не знаю, сейчас... Эйфелевую башню из плевка человек. Хуйно. Ну, это нереально. Душа находится в кварках, лол, нормально. Не, просто реально нужно понимать, что он не учёный. Более того, не исключено, что он отличнейший нейрохирург. Ну, вообще, скорее всего, человек, который имеет должность нейрохирург и работает нейрохирургом, он, наверное, всё-таки хороший. Потому что нейрохирургия, как я понимаю, это не самая часто попадающаяся дисциплина, и там, наверное, выпуск очень такой строгий, очень серьёзный. То есть, я не исключаю, что это отличнейший практик, замечательнейший человек и отличнейший суперспециалист, который вот сделает то, что сделает, вот идеально. Но, ну, блядь, ну вы это видите, да? И это ещё раз подтверждает мою теорию, согласно которой, с одной стороны, наука где-то далеко-далеко, и практика где-то тоже далеко-далеко. И они сходятся вместе только в таком призрачном поле, где вроде бы нам, учёным, хочется, чтобы практика была нам полностью подчинена. Вот мы учёные-теоретики, и мы хотим изобразить такую прекрасную картину мира, в которой вот все практики тоже благодаря изучению науками всё вот это вот сделали. И мы ещё специально назвали науками то, что науками не является, и сделали большую сложную систему, чтобы все логические связи не были как бы видны. Причём, скорее всего, даже неосмысленно это было сделано просто автоматически. И вот мы живём в системе, в которой вот этот дядя, который не верит в теорию эволюции вообще-то, биология, наука, там все дела, да, ну вы понимаете, нейрохирург, топовый специалист, вероятно топовый специалист, не верит в теорию эволюции, верит в Библию, в Бога. Как так? Причём, понимаете, ведь он же даже не из тех христиан, которые верят в теорию эволюции. А? А, блядь, чувствуете? Чувствуете это? Вкусно. Это невозможно, потому что есть чёткая организация, есть система в организме человека, которая построена на очень мелких, очень грамотно сформированных структурах, которые имеют совершенно разную функцию. Что такое эмбрион? Да это не что, это всего лишь две клеточки, которые начинают, когда соединяются, делиться в бластоцель. Из двух небольших клеток, смотри, какие красивые организмы, разрастаются. Если бы меня показало, это комплимент был, что ли? И тебе, и себе, конечно же. Вот зрители, которые попали на наш канал, не христиане, не верующие, атеисты, эволюционисты, они сразу скажут, Антон Антонович, вот ты как бы говоришь умные вещи, безусловно, но скорее всего ты... Шат, что делать, если ты тупая? Ну вы не тупая, расслабьтесь, всё хорошо. Ты веришь в Бога и отрицаешь теорию эволюции, потому что тебя так с детства воспитали. Вот если бы ты родился в атеистической семье, то ты бы навряд ли изменил своё мировоззрение. Что думаешь по этому поводу? Ну если бы я родился в атеистической семье, кстати, я не родился в атеистической семье, я родился в римо-католической семье, и с детства у меня церковь это было как бы... Католики приняли эволюцию, алё, ой, как сложно, ой, как тяжело. Ладно, слушайте, знаете, что мне в православных больше всего нравится? В православных мне нравится, что православная церковь до сих пор не приняла ёбаную теорию эволюции. Люблю за это православных. Чем мне теперь не нравится католическая церковь? То, что они прогнулись перед наукой и, в общем, всосали, подсосали ей как следует, ну теперь, видите, католическая церковь за теорию эволюции. Но, блин, чувак, ты что-то против своих воюешь во всех направлениях. Что по специальности против своих воевать вышел, что в религии тоже против своих воевать вышел. Странненько. Обычным явлением. Так вот в этом, как бы, эволюционисты говорят, в этом-то и проблема, потому что ты был воспитан... Ну упускайте, упускайте, потом наверстывайте. Но некоторые православные иерархи верят в эволюцию, никаких проблем. Некоторые православные иерархи могут верить в эволюцию, но в целом вся система, она как бы такая... Она всё ещё держится, понимаете, под гнётом науки. Вот в вере тебе сразу прибивали вот эти вот все принципы. Ну, я уверен, что... Ну, я замечу, что некоторые католические иерархи не верят в теорию эволюции. Так что тут такое, но факт остаётся фактом. Католическая церковь приняла теорию эволюции, а православная нет. Все агносты и все атеисты, которые как-то продвигают эту тему, продвигают вот эту теорию, они глубоко в душе понимают, что это не имеет никакого основа. Они не могут это объяснить. Ну, если я и буду голосовать, то либо ни за кого, либо за Путина. Очень просто взять и крикнуть в небо «Бога нет». Ну, что ты в небо это кричишь, если там его нет, понимаешь? Поэтому вера – это очень тонкая вещь, очень тонкое чувство, которое, кстати, формируется в нашем головном мозге. И удивительные исследования, а мы живём в удивительное время, 21-е столетие, это столетие, где мы имеем доказательную медицину, где просто Антон Шкирях сказал, что лучше всего уже не имеет значения. У нас есть целые системы управления медициной, у нас есть протоколы, у нас есть алгоритмы действий. Так вот, исследование функционального МРТ, магнитно-резонансной томографии, головного мозга во время задачек, которые были даны, например, пациенту во время этого исследования. К примеру, читание Библии, читание молитвы, ничего не думание. Показали, что люди, которые верят в Бога, их ткани мозга, эти соединения между нервными волокнами, между нейронами, намного быстрее проходят эти импульсы, намного ярче они светятся на этом исследовании, то есть у этих людей больше запас интеллекта, как бы ни... Нихуя не привзятое исследование, я полагаю. Неожиданно оказалось, что именно христиане самые умные. Странно это не звучало. Многие сейчас являются и говорят, да что, они им только дай Библию, веру в Бога, и они вообще ничего не будут изучать, это неправда. Эти люди реально имеют очень... Ну, я имею серьёзное основание говорить о том, что эти люди имеют больше запас интеллекта, чем те люди, которые не верят в Бога. Я даже не знаю, как это проверить можно, но просто МРТ посмотреть мало. Нужно проанализировать выборку, как минимум. Ну, нормальная выборка, ненормальная. Бля... Ну, понимаете, в чём дело? Чувак не учёный. Это важно. Скорее всего, он даже не понимает, как опыты проводить нормально. Это тоже нужно обязательно помнить. Скорее всего, чувак, ну, просто врач, который решил такой, ну, блядь, ну, медицина же, это наука. Сейчас я пойду им расскажу, что когда мы верующих, блядь, на МРТ просматривали, у них мозги светились больше, чем у всех остальных. И, блядь, вот это будет открытие. Да-да-да, это как Панасенков, когда он постил исследование о том, что рэп слушают тупые люди. Есть так. Здесь вопрос даже, знаешь, не вера в Бога, а веры в сверхчудесную силу. Кто-то это говорит, что это Бог, кто-то говорит, что это какая-то сильная. Но... Ну, ребят, вы про... После этого вы хотите мне сказать, что практики, они тоже учёные. Причём это просто нейрохирург, это даже не доктор нейрохирургических наук, или как там они называются. Это не доктор медицинских наук, это, блядь, просто, не знаю, это хороший специалист, безусловно. Вероятно, вероятно, хороший специалист, но он не обязан вообще ничем владеть, из-за того, что ему позволял бы высказываться на данные темы. Невозможно видеть даже элементарно сетчатку под микроскопом человека, понимая, насколько это неимоверно сложная структура, которая не имеет электродов, которая не имеет подключённой электроэнергии, да? Мы за собой не тянем никаких там удлинителей. Но Бог сделал невидимый удлинителем, прошу прощения, я не могу сдержаться. Это всё происходит по мгновению. Удлинители, Рассел, блядь. Подсоединяются к анусу. И знаете, что происходит во время гомосексуальных контактов? Вот этот энергетический поток, он отсоединяется, когда мужчина-мужчина в анус проникает чем-то продолговатым, когда достает, может вытащить непосредственно из ануса вот этот вот поток энергии, бам, он отсоединяется. Поэтому в христианстве, кстати, запрещены гомосексуальные связи, чтобы вы понимали. Не, практик в теории может быть учёным, только ему нужно понимать, ему нужно получить степень, причём желательно по теоретическим наукам. В принципе, можно быть, как даже доктором и по практическим наукам, и по теоретическим. Одно другого не исключает, соответственно. Но при этом это просто два разных рода деятельности, которые связаны в некой там мировоззренческой мифологии с друг другом скорее, чем напрямую. На уровне биохимических процессов. Это удивительно. Это неимоверно. И сказать, что это просто вот так вот произошло... Ну, чувак, у тебя же была биология. Ну, лол, у меня даже была биология. Ну, что начинается-то? Как-то так вот, как-то так вот она крутилась, эволюция, да? Так вот, если... Где, кстати, переходные формы? Где вот это вот? Сука, где переходные формы? Где, блядь, где? Сколько было, блядь, переходных форм? У меня лекция, блядь. Да я застрала питок. Древо питок, сука. Давай, блядь. Человек-ушек ходящий, блядь. Человек умелый, блядь. Где еще переходные формы? Формы, блядь, где переходные? Да зайдем, блядь, не все переходные формы, су. Ай, блядь, где переходные формы? Ни одной, блядь, не увидели. А-а-а-а, чувак. Ну, блядь, ну, чувака вышка. Он нейрохирург. Ему точно преподавали биологию. Ну, я в твою мать. Ну, что с хуйня? Между шимпанзе и человек где эти вот... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а стал гориллы алё я не понимаю ёбаный в рот что происходит шимпанзе блять чувак мог бы хотя бы не говорить слова шимпанзе ой блять когда пригласили специалиста он коричневые штаны неожиданно блять у меня прям загрузил где переходные формы между шимпанзе и человеком не ничего что это параллельные ветви которые разные стороны развивались ну я же сармат на дом и стримов говорил что люди произошли от бонобо ну бывает но просто этот чувак приехал чтобы критиковать теорию эволюцию чтобы вы понимали с биологическим образованием с медицинским образованием которое связано с биологическим деле эти все австралопипоты где они 0 куда делись эти все австралопипоты где Австралопипа ты, блядь, где эти австралопипа ты? Где переходные формы от чуманзы к человеку? Австралопипы, блядь, где ты? Ох, блядь, сука, пришел разъебать. Ну, нынче, насколько я знаю, эволюционисты предоставляют все вот эти там необходимые... Блядь, чувак, после этих слов надо было закрыть эфир и выгнать его нахуй отсюда. Это позорный, блядь, эфир Олег Боков. Олег, блядь, Олег, проснись. Вот как после того, как он эту хуйню сказал, мы просто вот так вот машем рукой и говорим, все, стоп, снято, и высылаем его в дурку отсюда просто, чтобы этой хуйни больше не повторялось. Это... Он точно нейрохирург? У меня вопрос. Это, может быть, Вася какой-то из подъезда. Вы уверены, что он нейрохирургией занимается? По-моему, это либо актер, либо они спецом его познали, чтобы набрать классы. Ой, блядь, классы. Классы набраны. Нам, как бы, переходные формы, по крайней мере, пытаются вот это сделать. Кстати, есть, я рассматривал сейчас, кстати, вот тапличку даже можно высветить на этот экран. Вот как бы это австралопитека там... Ой, там танцы были странные. Человека... Да какой австралопитек? Там уже промежуточная форма. Есть, короче, австралопитек, есть австралопипек, австралотитек, австралохитек, австралохикан и прочие переходные формы. Где они? Я причем слушал, специально готовясь к этому подкасту, выступление Дробышевского Станислава, некого ученого эволюциониста, кандидата биологической наук, там всякие... Австралобибоп. Регалий тоже, в общем, он как бы теоретик. Да просто... Что? Кто он? Он эволюционист, кандидата биологической наук, там всякие регалии тоже, в общем, он как бы теоретик. Ну, кстати, я не вполне уверен, что Дробышевский вполне ученый, но, то есть, насколько я понимаю уровень работы Дробышевского, Дробышевский занимается сбором данных, то есть он антрополог, который шарит за свою область и при этом постоянно находится на выездах, собирает материалы, материалы готовят их, там, по всякому очищает, видимо, в музей отправляет и что-то вроде того. Ну и может пишет промежуточного форм, промежуточные такие работки, но не вполне большого такого теоретического плана, но, ну не знаю, просто там, не знаю, обзор материалов какой-нибудь общий, вот у нас мы нашли такие кости, такие кости, такие кости, такие кости, такие вещи нашли у древних людей, вот такие вещи нашли. И вот это вот все позволяет нам, может быть, предположить, что и какой-то маленький вывод. Это не вполне теория еще, не вполне наука даже. Он не... Привет, Зетис. ...нейрохирург. Наверняка он скальпелем по черепу человека не проводил и не видел воочию вот эти вот все сложные структуры, о которых ты рассказываешь, но тем не менее человек... Блядь, да тем не менее, после Австрала пипопов, но еще немножко до этого, просто чувак пошел отсюда вон. Мы думали, ты нормальный чувак и сейчас нам расскажешь что-нибудь хорошее. Так, ну, сложно сказать, что он не умен. Ну, у меня язык не поднимется и у кого-то другого. Ты бы, конечно, ввиду своей широты ума мог бы на него, вот как на меня сейчас улыбнуться, так и сказать, но брось, Станислав, ну что ты. Ну, брось, Станислав, ну что ты. Ну что ты? Ну где эти промежуточные виды между человеком и шимпанзе, блядь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дребышевский такой, чё нахуй? Блин! Ну, просто у этого нейрохирурга уровень понимания эволюции хуже, чем у всех попов, с которыми когда-либо спорили Панчину и Дребышевский. Австралопипеп, блядь Ой, ёп твою мать Просто гений Что ты мне рассказываешь? Промежуточные виды между, блядь, шимпанзе и человеком И улыбка такая Да, я не вебически умный Да, я нейрохирург Я заебись Фух Но послушай, что интересно Вот эту лекцию там его Короткую, на 15 минут Просмотрела 100 тысяч человек Лекцию на 2 часа там Так, Джон Дой, вы не поняли Это не просто претензия к тому, что промежуточных форм нет Это претензия, блядь, к тому, что промежуточные формы должны быть между шимпанзе и человеком Это новый уровень Это новый уровень кринжа в аргументах, понимаете? Против эволюционизма Ой, гениально Это реально гениально 300-500 тысяч человек Восхищенная публика Там масса лайков, комментариев И говорят, вот это ж как он Вот действительно все рассказал Да, упростил, а потом еще австралопипы пошли Охуенно Я думаю, у чувака все плохо с биологией было Антропогенез, это все Ну просто величина какая Вот, и он рассказывает, как миллиарды лет Миллионы лет Миллионы лет Вот это вот все формировалось, шло Миллиарды даже Четыре или пять миллиардов Пришло к нам через вот эти вот эти виды И все восхищенные Как такое может быть, что люди вот в это верят тогда? И они вроде как передоставляют все вот эти формы Что думаешь по этому поводу? Неужели все такие люди Вот действительно В чем причина их веры в эволюцию И не верия тогда в... Неужели люди такие тупые, да? Бога, как создателя Если ты говоришь, что все так очевидно Постарел на сложную форму и все Ну, во-первых, теория эволюции Это только теория Это не аксиома эволюции Блядь, зачем про аксиому? Что, блядь, происходит? Теория эволюции Это только теория Это не аксиома эволюции И даже не постулат Это теория Она теоретична, да Это просто теория Не аксиома, блядь И теория, любая теория Она, к сожалению, остается теорией До тех пор, пока ты не можешь это доказать Наоборот Доказательства присутствия Бога В жизни человека Более чем достаточно Давай Например Банальный процесс фотосинтеза Банально Босс, боб, блядь, босс Босс фотосинтезирует неожиданно Невозможность достигнуть К примеру, человеку солнца Да, мы Блядь Он смешной Доказательства Это самые лучшие доказательства Бытия Бога Которые я когда-либо слышал Блин Мы говорим о том, что Насколько там Тысяч там Или сотен тысяч километров Солнца находится Ну чё Чё у нас в эволюции Хуйня какая-то Аргументы от генетики Поебота Аргументы от геологии Ну полная хуйня Аргументы от эмбриона Полная залупа Аргументы от морфологии Человеческого тела От фенотипа Там не знаю И так далее И так далее И так далее Ну полная хуйня А вот Бог доказан Бог доказан Потому что Ну фантасинтез Например Ну солнца Мы не можем достигнуть Ну как-то так Ой блять Как смешно Мы не можем его достигнуть То есть Человеческие возможности Они Настолько ограничены Что мы в принципе Всегда думаем Что Что-то должно иметь Начало И конец Да Вот Что-то родилось И вот эволюционировало И вот получился человек И после человека Там Есть такое Джон Но это в прошлый раз было Вот и там еще что-нибудь Нано-робот Блин Фома Аквинский Сука Пять доказательств Бога От движения Там От совершенства Антологическое доказательство Еще блять Доказательства Да И тут такое Ну фотосинтез Там я Шестое Ну фотосинтез Седьмое доказательство Ну блять До солнца Мы долететь не можем И седьмое Ну секс Блять Сложно Как бы Как оно произошел Секс Ну блять Писька Там вот «пизда» Писька Там Ууууууууу Как это произошло Эволюционно Это странно Ха-ха-ха-ха-ха-ха Новые доказательства Бога Они да Они внушают доверие Представьте себе Идею того Что нету Начала Нету Ни конца Представьте себе Влагалище Да я помню Это было смешно Нам Людям Которые живут В среднем Там Сколько В Украине это 67 60 представить себе безграничные просторы отсутствие начала отсутствие конца то есть блядь я хочу коммента посмотреть простите я не могу то что мозг верующего имеет окей спасибо очень интересно бог высший разум космос вселенная творец нет разницы как называть нет предела совершенство проблему в невежестве люди не знают для чего появились на свет наша жизнь это всего лишь знамение между двумя бесконечностями всем божьих благословений друзья спасибо за все обожаю нейрохирургов это ангелы мира добра любви вам чуть не умер от передозировки умолял иисуса помилуй господь помиловал я жив но еще и ломки нет как только господу известно слава иисусу богу отцу сыну и святому духу аминь поза положение рук и ног этого замечательного человека говорят о том что он открыт искренен и твердо уверен в том о чем говорит очень понравилось спасибо а человек с ником бетельгейза слушаю вспомнил из библии сердце человека без слава богу ребята вы большие молодцы можно снять видео различных историях людей которые силой веры веры вере в бога излечились от смертельных болезней друзья поддержите лайком на словах если врач серьезно то есть к своей работе изучал строение эпидермиса можно заканчивать смотреть самое интересное что теория эволюции прекрасно может уж его уживаться с верой в создателя так как эволюция скорее всего это просто программа развития запущенная когда-то высшим разумом окей понятно понятно люди которые не учились в восьмом классе все здесь все здесь собрались класс альтернативно одаренных поздравляю все вместе о никто даже никто даже не заметил подмены ну это смешно то есть это даже понимаешь ну пылинка начинает мне объяснять как оперировать мозг вот там на столе стоит час и орет мне как надо оперировать мозг это смешно более чем есть доказательство существования бога ну ну фотосинтез там солнце если бы не было такой высоты блять классические доказательства перечислил они тоже не активно хоть куда-то куда пришло к организации ткани если бы не было такой удивительной еще раз говорю но откройте атлас анатомии просто посмотрите строение нерона посмотрите как происходит передача нервного импульса даже мое движение вот это вот руки оно произошло за доли секунды мозг дал информацию он передал это через биохимические даже вот это движение руки произошло за доли секунды вы наверное даже не увидели как я двинул рукой виктор пишет по-моему ты не правил мы неправильно поняли видео да это боков да у меня есть подозрение что мы реально не поняли жанр потому что стендап кажется процессы моему спинному мозгу который включил иннервации моего корешка который поднимает мою мышцу я вот сделал этот вид до файр иван есть такое потом патчин говорит о том что теология вузах не нужно ну блин основная проблема данного видео заключается в том что перед нами нейрохирург ну наверное я не знаю есть подозрение который у меня есть опять же подозрение должен был изучать биологию как минимум на уровне даже повыше чем я и тут есть некоторые некоторые несостыковки уже не это все произошло за долей сотни секунд вот это удивительно вот здесь сказать что почему мы почему мы не улицами сейчас к примеру да ну как бы мы уже давно понимаем процессы только тут претензий высказал что тут не знаешь чего орать больше человека и же там гиппократ авиценна кстати известные врачи на минуточку каноны про медицину которые написал авиценна не пользовались этими очень 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 длительное время это была фундаментальная медицина это были учебники из которой из которых учили быть врачом и они были убежденными верующими эти были верующие люди это были верующие гиппократ боткин василий водкин при при никола если не ошибаюсь был врачом то есть это люди которые верили в бога это очень большие очень большого уровня ученые сейчас я так понимаю что современное эволюционное общество говорит мы им признательны за их вклад они как но бога нет да да но они да кстати гиппократ скорее всего был язычником просто жили тогда если они могут сказать если бы они жили сейчас если бы не посмотрели на то что как бы наука предоставляет современному обществу то они бы наверняка все-таки усомнились бы существование бога потому что мы уже такие умные такого достигли это 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 дилемма всегда будет актуальна к сожалению да есть таки есть меня даже коллеги нейрохирурги что на самом-то деле удивительно для меня их не так много на одной руки могу посчитать очень маленькие видимо все знаем вот это вот это вот этот неверующий вот этот вот безбожник идет вот но эти люди которые боятся они они их у них страх признать существование бога потому что у них доминирует всегда как бы их мнение в любой ситуации это а у вас чё доминирует мнение божие это психологическая еще проблема в эволюциониста и в человека неверующего всегда есть у него доминирует его мнение глубоко доминация того что я прав я вот как я чувствую я так чувствую вот это правда а все что вот так как не чувствуют это все неправда хорошо ты сказал о страхе немножечко и мне тут вопросы назрел буду откровения к нему конечно подготовился вычитал слова некого врача психиатра тоже с определенным званием там у него когда спросили как вы объясняете общий феномен веры с точки зрения психотерапии он сказал весьма интересную вещь он говорит признаю что вера необходима людям не даром ведь около 80 процентов жителей земли считают себя верующими любого человека в душе гложет вопросы на которые нет научного ответа религия дает их так на генном уровне у каждого запрограммирован естественный страх смерти и потом он еще говорит о помимо страха смерти существует страх одиночества вот люди будучи по природе приматами настроены жить в группе и без нее несчастные и в общем он потом выходит к тому что вера разрешает эту проблему они они она дает бога который всегда рядом всегда поддерживает и плюс дает надежду рай на то что ты будешь жить вечно вот это как бы такое лекарство от вот этих страхов я хотел бы спросить но виктор я бы заметил что гиппократа смотрите что гиппократ имел эмпирические взгляды а платон имел антиэмпирические взгляды это из важного это из важного виктор есть подозрение что у них просто они могли дружить сколько угодно но взгляда у них были кардинально разные я просто не знаю какие точно были взгляду гиппократа я знаю что он называл ампиризм определенного типа младший помощник бога спасибо 75 рублей я предлагаю младшему помощнику бога научить вот этих вот ребят это нибудь о моей любимой половой акт и оргазм мой любимый с канала солтаненко вот я люблю эту девушку если бы я мог вставить какой христианки я бы прежде всего есть ставил конечно чтобы так показать ей на деле что такое атеистический оргазм как обычный человек у нейрохирурга скажи можно ли вот под скальпелем избавиться от чувства страха чувство одиночества то есть проделать какую-то операцию что вот потом после узла полон и асклепия не единый бог как бы скорее язычество на операции хоп и я такой вот абсолютно бесстрашный человек и не тогда по сути исходя из слов данного врача ягдара туриханова нет и и бог внутренне не будет нужен потому что у меня этих страхов не будет дело в том что любое вмешательство на головном мозге может иметь определенные риски изменения характера человека если мы говорим о лобных долях если говорим о мозолистом теле среднем мозге то есть тех очень непростых структурах конечно их повреждения часто видим после дтп когда пациенты поступают к нам больницу скорой помощи у них есть определенные изменения характера те которые боляюсь боялись всю жизнь они становятся там бесстрашными на обороте которые были страшные после операции могут быть постоянно страхи в депрессии сегодня можно на это влиять форма к фармакологически на что это целая структура это гормоны это кора головного мозга это надпочечники это гипофиз нерогипофиз это это целая 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 ну скажем так наука до влиять на психологический фон человек и сегодня из человека который очень боится мы можем там за неделю сделать бесстрашного воина медикаментозно конечно это будет не он это будет под действием некоторых веществ но вопрос стоп стоп дякуй блять он настоящий бля он настоящий ребят это настоящий хирург блять он еще канал на ю тубе ведет ну хотя бы у него просто медицинский канал хух фу 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 вроде канал у него нормальный кстати блять а нахуел туда пошел и обосрался то есть чувака есть неплохой канал на 13000 подписчиков он вроде бы неплохо там ведет ни слова про бога ни слова про ничего вообще смотрите только на только вот только вот непосредственно дисциплины связанные с лечением ничего про бога бля нормальный канал и более того картинки классные мне нравится картинки какие он делает они очень модные очень стильные и даже видео вроде ничего на заднем фоне про ковид что-то рассказывает нормально нормально хороший мужика блять канал вопрос можно ли это сделать да можно вот вопрос другой нужно ли это делать сегодня же избавиться от страха можно абсолютно без медикаментозной терапии есть психологи есть психотерапевты которые помогают человеку избавиться от этого страха есть в принципе религия который так правильно говоришь успокаивает какой-то мере потому что реально самый сильный наверное инстинкт это инстинкт страха смерти умереть боятся все даже очень верующие люди которые знают что после окончания вот этой земной жизни если все окей если все окей будет вечная жизнь я читал также в книге пластичность мозга называется автор норман дойч такой вот есть также врач и и он дает описание безграничной способности человеческого мозга то бишь описывая факты что мысли способны менять структуру и функции нашего мозга правда ли это если ты еще посмотришь в интернете статью антона шкиряка про нейробику про аэробику для головного мозга это он для наших нейронов там ты видишь очень многого интересного тоже конечно же нейропластичность головного мозга и наших тканей центральной нервной системы они имеют реально безграничные возможности потому что те функциональные зоны которые мы используем это там до 5 7 процентов максимум наверно может и того меньше говорят о том что запас который был дан и 57 процентов ребят запомнили да мы используем мозг на 5 7 процентов по-моему эту хуйню опровергли очень очень давно и и по по моему даже никто из ученых никогда не придерживался бля честно говоря хуй знает я не знаю кто такой врач он вообще или нет у меня честно говоря подозрения складываются какие-то странные но у него канал вроде бы есть причем не очень большой ну раз нейрохирург так считает то наверное так и есть ну я хрен знает давайте насколько процентов мы используем мозг возможности безграничны ну а давайте википедия так миф об использовании мозга на 10 процентов миф городская легенда о том что большинство людей использует мозг не более чем на 10 процентов а других вариантов 15 75 утверждение люди используют очень 10 процентов своего мозга используются в науке как пример неправильного представления психологии и нейромифа организация экономического сотрудничества также дает данное утверждение как нейромиф бездоказательно приписывается различным людям в частности альберту инштейна так 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 опровержение нервни нейробиолог барри гордон характеризует миф как смехотворно ошибочный добавляем мы используем практически все части мозга и они активны практически постоянно бери бернштейн приводит 6 уже представлены 5 из 6 аргументов опровергающих мифа 10 процентах и вот они вам со времена вот как бы по моему это уже давно много мы где форсит что это миф и как-то очень стремно слышать что-то такое от нейро биолога но не биолога нейрохирурга опять же смотрите да чувак вообще видимо не шарит в нейробиологии но шарит в нейрохирургии теория практика разница разница я не думаю что нейрохирург мог стать тем угодно короче ну то есть кто угодно мог бы стать нейрохирургом скорее всего это хороший специалист по нейрохирургии по крайней мере я на это надеюсь ну то есть ручками он работать нейрохирургировать умеет но но вы сами видите какую хуйню человек несет уверен богом для человека очень и очень серьезный то есть это огромный процессор который мы используем там представь себе у тебя есть супер компьютер которым ты делаешь очень серьезные задачи и процессор не то что не нагревается он даже там не работает на два процента то есть это запас так если вот мы говорим в безграничности то где вообще тогда вот этот предел или мы способны достичь что я не знаю до какого-то божественного чего-то уровня то есть вот эти все мечты илона маска это получается абсолютно реальность но мы видим их реализацию сейчас мы живем в эту прекрасную эру когда мы эти удивительные в какой-то мере даже иногда сумасшедшие мечты видим как они реализуются и чисто интересно вот твое мнение ты веришь в реализацию мечты маска там о колонизации марса конечно я уверен что не был в донил на аниме крутая китайская это больше при нашей жизни уже как интересно честно верен хорошо а вот откуда взяли за эти там 5-7 процентов а ты сказал придумал один долбоёб просто из ничего чувак это буквально распространенный стереотип который очень много лет форс или какие-то долбоёбы ученые его насколько я понимаю никогда не придерживались и было бы очень странно если бы вдруг неожиданно оказалось так что вот ученые до много-много лет говорили что мозг работает на сто процентов там все нормально постоянно почти все отделы мозга так или иначе работают а потом так бац оказалось что пять процентов неожиданно то есть на протяжении многих десятилетий ученые пытались опровергнуть эту хуйню оказалось что фигня чему ученые игры там 357 процентов какие ученые какие ученые говорят кстати почему-то атеисты эволюционисты говорят что это миф вот что-то миф блять чувак кто этого придерживаться какие блять ученые про это говорят ссылки пожалуйста давайте в этот самый момент блять ну ладно я тоже в этом всем не разобрался но откуда берется эта статистика что эта статистика берется да эта статистика берется о из исследований которые называются функциональные мрт давали человеку разные задачи и смотрели какие участки мозга каким образом насколько активны поэтому это уже не есть там какая-то теория да еще раз миф так работа мозга проценты еще раз происхождение одной из версий происхождение мифа могут являться результаты работы уильяма дженса а это это известный философ в прагмате кстати что интересно и бориса сица свою теорию ускоренного развития ребенка да 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 и карнеги тут кстати тоже прописался вот некий лоуэлл томас написал профессор вильям джеймс говорит что люди используют лишь 10 процентов своих умственных способностей ну не мозга заметьте не мозга это важно происхождение мифа также приписывается доктору нейробиологу уайлду пенфилду нейрохирургу который был основателями первым директором монреальского неврологического института при университете могил не слава блин блин чувак ну нахуя ты вообще лидишь в это это исследованный факт тогда и тогда вопрос что мешает человеку раскачать сегодня мозг ничего ски 20 проц ничего чем этого не происходит ночью не происходит может быть спейс жестер это просто реально какой-то фейк актер который на своем канале просто читать чьи-то статьи не исключено но производить какой-то контент постоянно врачебный по моему очень тяжело и лучше бы он стал там я не знаю тип как я там не знаю веселить всех начал бы еще чего-нибудь хотя философии занимаюсь еще плюс к этому то есть есть люди которые там у которых мозг раскачан до 30 процентов возможностей но ты понимаешь раскачать мозг да я уверен что раскачать мозг можно просто то количество информации которые сейчас есть на земле вся информация которая сейчас есть она вмещается в наших пять процентов вся информация которая есть на земле умещается в наши пять процентов пиздец просто нахуй уберите его отсюда боже мой как все плохо напомню как называется канал дядки скрытый смысл а канал 2 где про философию скрытый смысл двоеточие философия как-то так вот кукич да буквально нет он говорит что она влезла бы туда и остался бы осталось бы свободное место охуенно приветствую я не мы охуеваем с великих врачей вот так мало информации суши мало это правда это правда интригует невероятно хорошо а насчет памяти можно ли каким-то образом вот флешка как флешку поменять там 32 на 64 вот увеличить объем памяти очень долго фармакологи работали над теми препаратами которые бы могли улучшить память человека к сожалению память со временем ухудшается но если сейчас пообщаться с нашими дедами дедушками то они могут вспомнить там свой первый поцелуй могут вспомнить что-то из детства то есть память это такой процесс не просто фиксация какой-то информации это фиксация сохранение отложения до определенной ткани мозга где сегодня тебе не отвечу в этой программе и потом возобновление этой информации вот чем короче вот этот нейрональный путь связи да вот это кстати прочитаешь крико статью обязательно про нейропластичность и про нейробику так я об этом там пишу что статья есть есть вот та статья и вот та самая хочу прочитать я даже бесплатно готов эту хуйню прочесть чем больше ты используешь свои новые возможности в плане ты никогда не играл на скрипке примеру да или играл 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 хорошо на чем-то не играл на саксофоне на саксофоне не играл вот представь себе что ты начинаешь сейчас в столь немолодом возрасте спасибо начинаешь обучаться игры на саксофоне это новые движения это воздействие на абсолютно новые участки твоего мозга для тебя это до сего неведомые вообще изменение положение тела то есть ты делаешь то что никогда не делал примеру включать свет в абсолютно темной комнате находить его да то есть ты включаешь те органы чувств и те структуры которые никогда до этого времени не были использованы вот эта нейропластичность это возможность мозга обучаться то есть ты уверен я в этом уверен что если задаться целью стать саксофонистом может не самым лучшим в мире но играть на саксофоне в принципе ты сможешь кстати вот с этим связан интересный вопрос я как-то в одном твое интервью которую тебе брали услышал когда ты спрашиваешь от призвание твоего почему именно там нейрохирург ты бы мог стать кем-то другим хорошим и ты сказал что я бы как минимум стал прекрасным программам потому что имел там опыт имел опыт давать указания рабочим не это прекрасно получалось там педантичность у тебя там на хорошем уровне то есть легко стал бы хорошим прорабом наверное мог бы сказать там и адвокатом до педантичность охуенная просто на отличнейшем уровне и только самые педантичные люди ведь только самые педантичные люди они считают что шимпанзе и человек между ними должны быть промежуточные какие-то виды ведь человек и шимпанзе видимо по его мнению эволюционировал гений ты дали скажи дантичный так подготовился к эфиру педантичную а вот где здесь какую роль играет именно генетическая предрасположенность вот и если такое понятие как действительно вот предназначение мужика видимо генетическая анти предрасположенность биологии не к чему-то профессии профессии какой-то либо я могу мысленно вот занимаясь не как там аэро нейробиум нлп нейро лингвистическим программирование статья который ты там сказал нейро нейробика нейробика тот потрясающий термин вот там себе вот потренировал мыслями свой мозг и хопа и стал там профессиональным виртуозом скрипачем саксофонистом хотя у меня не было генетической предрасположенности вот где это взаимосвязь и что больше влиять вот вот в этом всем есть удивительность головного мозга то есть реально ты прав он безграничен в плане способностей дело в так и вон и без и больше по моему почти на каждом аукционе появляется том что человек когда избирать профессию он имеет несколько скажем так определенных как это правильно сказать направлений которые ладно он все меньше и меньше коринджа постепенно выдает это радует то есть когда он вроде переходит на какую-то нейрохирургию и всякие нейро хуевины ну то есть здесь уже становится менее понятно что он обсирается но вот когда он просто берет и по самым каноничным ошибкам проходится как будто бы так и надо это кажется странным серьезным его сводят к этой профессии это экономические моменты семьи до примеру мальчики с очень бедной сельской семьи не можете позволить обучение в харварде да к примеру харвард на юриста он может себе позволить какую-то не очень дорогую специальность есть социальные да там примеру там мама работает там санитаркой отец слесарем там дядя там не знаю там работает там возле кондуктором кондуктором до хорошая профессия сто процентов и то есть он он видит вот эту модель и он тоже к этому к этому склоняется то есть социальность религиозная до примеру никогда там сын да я прошел первый fallout на стриме за четыре часа вы чё джон я дошел до финальной локации я объективно считаю что я прошел вашу ебаную игру потому что я крутой а вы а вы не могли я орал до безостановочно но я прошел я по стороне станет там от точки до . полицейским пример но это маловероятно конечно но может но маловероятно да также какие-то не знаю ребенок из семьи врачей там станет каким-то другим они врачом то есть шансы на внешний фактор слишком сильно влияют влияет они это все генетически дополнительно мало маленький серьезно еще подкрепляется белый то есть он касты сейчас оправдывает точки зрения биологии логически гормонами добавляет этому всему и конечно же человек если если не имеет опыта вот этой нейробики если он не знает как тренировать свой мозг как развивать в себе новые возможности да ну где сейчас мы найдем ребенка к примеру в киеве который ходит там к примеру на пять и более секций разных там к примеру карате теннис плавание английский дополнительный флейта и флейта не найдем это физически сложно но это это невозможно логистически сделано да то есть это но мы с тобой родители мы это понимаем это это логистика невозможно на на 23 ok 4 уже ребенку сложно он уже очень быстро стареет либо будет универсальный тренер который будет один всему обучать да 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 но мы стараемся воспитать как говорится конкурента с проможенных на украинском а на русском особо конкурентоспособных детей современном обществе поэтому очень много вещей влияет на избрание своей профессии но реально кто угодно любой homo sapiens современный может стать кем угодно он может стать илоном маском он может стать стивом джобсом он может стать биллом гейтсом может стать дональдом трампом неважно все мы белыми стать шимпанзе очистки похожи только кто-то это использует себе на зло до примеру мы знаем очень большое количество случаев когда огромный мозг по весу находили у людей с очень низким интеллектом при патологоанатомических вскрепить их людей которых там идиотия то есть айкью меньше 20 и наоборот видели очень умных писателей известно нормально александр жить можно за донаты можно все что угодно еще их мыслителей философ которые на мрт имели просто но не головной мозг какой-то швейцарский сыр слушай вот во первых хотелось бы уточнить то есть ты говоришь о том что гребенок когда рождается вот это как образно говоря и вам что он кстати генетику проверки что ребят так что генетика была разъебана в щепки кто угодно может стать кем угодно огромный мозг идиотия если кстати я не ошибаюсь уже в учебниках по анатомии пишется уже в учебниках по анатомии пишется что размеры мозга у людей бывают разные ну то есть поменьше и побольше и далеко не всегда размер мозга коррелирует с уровнем интеллекта неожиданно да он принципе это повторил да он это в принципе повторил но зачем-то разъебал еще потом сверху генетику мол типа все люди гении до потенциально но кто-то идиот кто-то идет и почему-то связал размеры мозга с интеллектом попытался но проверка это довольно странно и он наверное намекнул на то что все таки размеры мозга это круто не знаю дали зачем мы дробышевский говорил что самые большие мозги у жителей монголии но не мир завоевали почти когда-то мозг как вот кусочек пластилина который в определенных условиях это нервная трубка вообще эта трубочка до который в определенных условиях можно развить до такой степени что даже генетически не предрасположены каким-то гениальным свершением человек но потому что у него родители но не было никаких выдающихся там личностей но вот этот человек родился если вы висит правильные условия то он может вырасти абсолютно вот гениальным человеком есть конечно генетические моменты истам склонность к чему-то да но на самом-то деле если человек работает над этим если реально его поместить в супер условия где будет обучение где будет информация где будет обучение пользоваться информацией сейчас наших телефонах есть очень много информации мы можем ее использовать как на добро так и на зло себе да поэтому умение использовать информацию наверное сейчас самая важная задача человечества использовать на благо мы имеем очень много важной для нас информации но не каждый хочет эту информацию потреблять пример мы сейчас говорим о том что что бог есть да ну может кто-то из атеистов сейчас взял и переключил а что они там что-то не рассказывать какие-то верующие вот но от этого доказательства того что он есть никуда не одевается но фото синтез там ну помните человек просто эту информацию отверг не использовал для себя не исследовал вот исследовать узнать я уверен чтобы не говорил илон маск и уверен что он верит иван маск бога я уверен даже 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 весное заявление да да солнце точно 2 доказательства бога ну солнце мы никогда не будем на солнце у блять бог и бог это похоже на 100 фактов существования бога на даже то что он там сайтолог там если не ошибаюсь и вот это вот корта голливудских там актеров которые там верят какой-то научные моменты и нету на самом-то деле бога если реально с ними сесть пообщаться я уверен что все равно мы найдем вот эти точки соприкосновения где они ну хотя бы на долю секунды но поймут что все таки сверхсила могут они называть как хотят мы-то знаем что это божественное создала человек когда мы говорим о любви то упоминаем сердце ну как бы вот сердце любовь и чувства но все сердце же она по сути самому не как его отношения тренингами это просто на вранье насос перекачивающий кровь передайте девушкам что-то все вранью да они никакого отношения не плачьте сильно девушки любовь есть все нормально сердце к любви не имеет где на самом деле зарождается ли дети девушки покажите покажите девушек никакого отношения не имеет вот запомнить сердце это обычный насос не ну не он не обычный он классный насос который всю жизнь заработает безостановочная какой-то момент останавливается момент влюбленности вот любого вот я посмотрел на мою любимую жену влюбился меня просто это все дофамин это все средний мозг это все гормональный фон а как же свобода воли а как же бог христианство как же там всемогущество мозга человека кое нахуй дофамин смысле это все дофамин стоп странно это все дофамин ну а как же безграничный наш мозг всемогущий как же там отсутствие генетики судя по всему я не знаю отсутствие изменений там людей ну наверное не только дофамин ну наверное даже в нормальном мире не только дофамин то есть нормальный ученый наверное признает что как бы помимо в общем гормональных факторов возникновения тех или иных эмоций чувств там особенно любви довольно сложные вещи у нас имеются не только гормональные причины у этого но и например интеллектуальные но мысленные внутри мозга происходящие как по мне это должно быть очевидно живой голове где это происходит не показывай на себе ты не знаешь говорят ты понимаешь ну это надо вскрыть черепную коробку чтобы показать это внутри очень глубоко тогда не нам не будем без этого я я скажу тебе так я кстати недавно это фейсбуке писал там помню день влюбленных был валентина и там все писали там сердечки все присылали сердечки вот это вот поток сетях сердечек мне в личное сообщение там на официальную страницу это и не шлют эти сердечки это несправедливо но это несправедливо но сердце не имеет никакого отношения к любви все решает мозг сердце быстрее бьется потому что это решает мозг потому что как же свобода воли то он дает эти нейромедиаторы которые увеличивают давление учащается пульс тахикардия надо мозги маленькие слать влюбленные все пожар маленькие такие миленькие не шлите нейрохирургом сердечки мозги не разбивайте их мозги шлите мне мозги спасибо они тебе очень нужны мне интересно вот воинствующий атеист невзоров наверняка ты слышал о таком он интересует я не интересуюсь не ответственно я тоже но иногда приходится знать своих врагов не то чтобы врагов по людей которых бы молиться о них нужно ввиду моего мировоззрения моей профессии вот этот александр невзоров утверждает что не раз доводил собеседника до инсульта посредством своей речи посредством своих слов он говорит что в беседе можно человека довести до инсульта чисто словами ты как врач можешь подтвердить я уверен что у каждого нашего слушателя был такой начальник который мог довести до инсульта но я на серии на полном серьезе не я на полном серьезе тоже но что такое инсульт уже бывает разный многие инсульты вообще происходит спонтанно вот увеличение давления вот и черепного вследствие там лечения к примеру давление в сосудах отрыва тромба сердца человек не знал ничего про свой холестерин что ничего не знал про свои тромбоциты просто кусочек грубой ткани крови тромбоцитарная масса тромб полетел из сердца в маленький сосуд головного мозга во время того как он переживал когда у него началась там фибрилляция сердца да и вот этот ром закрыл один сосуд примеру небольшой который питать примеру там височную долю с левой стороны человек перестал говорить во время инсульта я уверен что этот невзоров до такое дело это это ну к сожалению это возможно довести до инсульта возможно если как человеку вот можно от этого абстрагироваться следить за своим здоровьем знать уровень своего холестерина знать сосудистые расширения которые разрываются спонтанно в молодых людей но которые не хотят сосуды головного мозга иногда бывают аневризмы сосудистые расширения которые разрываются спонтанно в молодых людей но которые никогда не знали что них есть проблема на какие-то иногда головные боли разрывается сосуд происходит кровоизлияние в мозг геморрагический инсульт пять дней комы к сожалению смерть поэтому можно невзорово доказать что обратное просто ему не попадался здоровый человек собеседник хорошо скажи было ли у тебя в твоей практике как нейрохирурга онколога вот что-то сверхъестественное в процессе операции или выздоровления человека весь этот процесс он сверхъестественным я имею ввиду тогда когда по всем прогнозам на профессии по всем прогнозам вот человек усулило что-то но джон дой нет статьи доведения до инсульта но есть статья оскорбление чувств верующих если чувства верующего были оскорблены настолько что у него случился инсульт у меня есть представление что произошло что-то хуёвое как бы особенно с учетом что сам товарищ невзоров это признал открыто то есть если у кого-то был инсульт по вине невзорово вы можете подавать на него в суд и цитировать эту статью если вы найдете конечно то есть если это правда невзоров себе подписал приговорчик небольшой так подписал не подписал на такое конечно не что мне очень много есть пациентов которые четвертой стадии рака говорили что вы будете там жить три-четыре месяца там как бы мы отказываемся от вашего лечения и они нашли этого сумасшедшего онколога шкиряка который с ними борется там по несколько лет мы четыре-пять лет и сейчас пациент который шесть лет убраться в четвертой стадии онкологии которая довольно таки серьезно с метастазами но что я определил и очень важно и наверное хочу это сегодня сказать то что пациенты есть несколько групп процентов есть атеисты есть люди которые именно депрессивно подходит к своему лечению а вот верующие норм верующие выживают опять атеисты умирают верующие выживают вот такая медицина ну слава богу не у нас стране в своей проблеме они заходят кабинет врача все ужасно все хотят моей смерти дети уже ждут когда я умру чтобы отобрать мне квартиру центре киева там все так он все я всех ненавижу все плохо этот человек очень быстро спускается скажем так к окончанию своей жизни есть наоборот при том всем что у него есть все возможности финансовые лечиться покупать медикаменты и другая группа населения моих пациентов особенно их называю божьи одуванчики эти вот божьи одуванчики то люди которые верят в бога на самом-то деле есть которые не полноценно верят да они возможно не верят в бога в том понимании как мы но они верят в сверх силу бога они верят то что он их спасет это значит все будет хорошо я верю мне четвертая стадия рака у них даже нету денег сделать исследование мрт чтобы определить если метастазы или нет они проходят самую дешевую химиотерапию они получают самые обыкновенные лучевое воздействие и они с этого пике выходит они они вылетают просто с этой вот непростой болезни поэтому вера настроя человека и вера в будущее вера в бога всегда помогала моим пациентам это я заметил за 13 лет своей карьеры это очень важно без этого просто без этого лечение невозможно эффективное лечение и когда говорят что а бывали вашем практике чудеса бывали сегодня было чудо вчера было чудо да пациент приходит на контроль через год после удаления злокачественной опухоли а там опухоли нет нисколько блять все верующие люди в бога исцеляются джон блять вы что успеваем ли мы это все показать пациентам и и другим там подписчикам своим как говорится не всегда возможно это плохо что не успеваете слушай не успеваем я всегда кстати удивляюсь к с этих врачей которые там 5000 stories в день выкладывай когда они работают когда они лечат просто физически не знаю я всегда дилемма сходить в туалет или покушать понимаешь вот мне всегда надо избирать или это или то конечно же мы желаем антону антоновичу одному из влиятельнейших нейрохирургов нашей страны чтобы у него все же хватало времени документировать эти потрясающие свидетельства из жизни я бы хотел чтобы у него хватало времени для того чтобы читать информацию по биологии перед тем как за за это что то вещать а то на мой взгляд получилось крайне кринжова настолько настолько вообще возможно его пациентов которые бы настолько сильно укрепляли бы нашу веру и помогали другим людям задумываться о реальности бога и задействованности его в нашей жизни мы надеемся что это видео было для вас интересным полезным если это так поддержите его лайком чтобы больше людей увидела что останите его в своих социальных сетях друзья не забудьте подписаться на наш канал мы также будем рады учесть ваши пожелания по темам которые вас интересуют кстати по вашим по вашим пожеланиям и просьбам на следующей неделе дай бог мы выпустим видео а экстремальных видах спорта верим что это будет интересно для вас друзья очень хочется чтобы мы вместе как одна команда одна семья единомышленников распространяли но это не наука fire raven это нейрохирургия не нейробиология даже от нейрохирургия чувак просто практик и честно говоря таких практиков моря и в россии и за границей и на украине о том что бог есть он реален и что с ним реально круче до новых встреч с богом круче плея нахуй эволюцию ууууууууууууу блядь мозг работает на 5 процентов урурууууууууу блядь доказательство бога Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok